Я здесь. Я с вами, дорогие друзья. Благодарю за такие хвалебные дифферамбы. Ты от всех демонов интернета все-таки вырвался. Вот так получилось, что кто-то на самом интересном месте. Поломали мне монитор, но слава богу, все перезапустилось, все восстановилось. Хорошо, машинка быстро сработала. Значит, все-таки нам дозволяют сказать, что цели и направления могут быть разные, но ты как опытный регрессолог должен находить решение, причем всеминутное решение вот здесь сейчас. Слава богу, решение было найдено. Кто-то оттуда, как говорила Далросканон, они помогли. Я очень рад, конечно, что происходит эта конференция, что мы вживую можем поговорить, к сожалению, не при личном присутствии. Вот требование времени такое сейчас. Очень рад, что Ирина подхватила флаги, знамена, те, которые несла гордо и очень хорошо Татьяна Макарова. Благодарность, конечно же, Денису за поддержку вот этого ресурса. Опять же, поздравление с днем рождения. Благодарность и я надеюсь, что этот путь мы будем продолжать вместе довольно длительный промежуток времени и к нам будут присоединяться новые друзья, новые исследования, новые товарищи, которые вот будут нам всем интересны и полезны. Алексей, ну вот ты живешь недалеко от Краснодарского края, я это лично знаю, встречались и, как ты говорил в докладе, ездили по кругам на полях. Насколько ты считаешь, ты можешь помочь в этом плане исследования аномального, непознанного и так далее? Я ведь знаю, что все-таки кто-то до тебя доходил так или иначе, да? Не сворачивал с трупы исследователя, с тропы. Соответственно, есть те, которые, ну, грубо говоря, таят себе тайну и не хотят ее дальше никуда двигаться. Вот если у меня есть тайна, значит, это есть что-то. А если ты пришел, тайну раскрыл, значит, ну, зачем? Кто я буду после того, как мне скажут, что во мне тайны нету? Все-таки мне интересно те люди, которые готовы на исследование и ты можешь помочь. Насколько ты вот видишь перспективы в плане как метода, в плане всяких специалиста, чтобы, ну, выступить, предположим, с докладом на конференции, уже не познанное, с кем-нибудь аномальным? Очень интересное предложение. Конечно, имеемые инструменты, и те, которые были, и те, которые были получены благодаря Татьяне Макаровой, она, конечно, в этом деле, ну, я не знаю, ни собак, вот целую стаю, наверное, собак съела, если можно так выразиться, в деле поиска и работы с непознанным. Вот, она большой, огромный молодечек и никогда не стеснялась, она всегда делилась тем, что есть, вот, просто самое последнее. Разумеется, благодаря вот тем инструментам, которые она дала, в частности, можно работать практически с любыми запросами вот из вот этой темы непознанного, включая круги, включая контакты, видения разных инопланетян. Я вот с друзьями со своими работал, которые в очень-очень давние времена, когда-то лет 20 или 30 назад у них был опыт такого контакта. Да, безусловно, в этом не только можно, с этим нужно работать, потому что это, ну, пока еще таит очень много вопросов. И когда мы найдем на эти вопросы ответы, я даже не знаю, боюсь предположить, но сейчас время очень сильно меняется, очень сильно ускоряется, открываются новые методы, новые способы, которыми мы работаем, в том числе вот эта же самая регрессия, доступ к глубинной памяти. Мы можем это все раскопать. Главное, чтобы те люди, которые желают вот как-то найти то, что с ними произошло, узнать, что было на самом деле. Вот именно эти люди сейчас и смотрят наш эфир в том числе. И поэтому аккуратно, Алексей, они могут прийти, и тебе придется с ними прорабатывать. Одни уже захотите компьютер проверить твой, насколько ты устойчив, экстрессом, да? Я же... У меня еще три штуки, три компьютера, поэтому если бы не перезапустил... Отлично. Резервирование наше все. Да, 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 резервирование наше все. Ну, Денис знает, был у меня видел. Вот, поэтому я наоборот, именно с этим забросом, так скажем, удочки в дальние дали. Люди, пожалуйста, вот если у кого-то что-то было, ну и неизвестно, вы не знаете, что было на самом деле, но хотите узнать, пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь к Денису, обращайтесь ко мне. Контакты есть все в интернете. Лучше, конечно, проще... Есть дирегрессологов, действительно, в Центре Пробуждения есть твои контакты. Я вот выведу на экран info.sobachka.probуждения.ru. Мы работаем в прямом эфире, действительно нас смотрят весь земной шар. Я думаю, что Алексей это тот самый человек, который может продолжить в плане непознанного, аномального, покопать и что-то раскопать интересное. Тем более, есть скрипты, я помню, вы их проговаривали в том числе и с Татьяной, по кругам на полях и не только. Как идти, куда копать, потому что десятилетие опыта, это, как можно говорить, не пропьешь. Да, вот с языка снял. Ну вот как бы так. Да, мы только занимаемся непознанным. Я надеюсь, Алексей, что действительно от тебя слышать и, возможно, доклады, и, возможно, какие-то исследования. Тем более, правонетелесный опыт очень интересный. Кстати, сегодня есть еще два доклада на эту тему. То есть, такие смежные темы, как можно использовать регрессологию и в этом пространстве, в этих спектрах пространства и так далее. Я благодарю тебя за участие в программе. Надеюсь, что ветер будет только попутный у тебя в дальнейшем. И будем рады видеть тебя на ТВ-экстра. Благодарю тебя. Благодарю, благодарю, Денис, спасибо.